Всем тихо! Тихо! Доброго времени суток, мои маленькие любители экстремизма! На двери 2016 год, а это значит, что скоро на свободу выходит Максим Марцинкевич Акатисак. Ну и значит, быть этому видео! Свет, камера, Аллах Акбар! Ой, что-то я с возрастом совсем плохой становлюсь. Какой Аллах Акбар, Господи! Свет, камера, мотор! Ой, ладно, хорошо, постараюсь провести этот выпуск все-таки в более серьезной манере. И давайте сначала обратимся к справочной и напомним себе, кто же такой Максим Тисак Марцинкевич. Максим Сергеевич Марцинкевич, более известный как Тисак. Родился 8 мая 1984 года в Москве. Российский общительный деятель и шоумен, правом неонацистского толка, пропагандист, национал-социалистической идеологии, видеоблогер, также известный как сооснователь и идейный вдохновитель неформального международного общественного движения, реструктура, действующего на постсоветском пространстве. На данный момент находится в заключении, ибо 15 августа 2014 года суд приговорил Марцинкевича к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 11 ноября того же года Мосгорсуд, рассмотрев жалобу осужденного, снизил срок наказания до двух лет и десяти месяцев. Если у вас все хорошо с математикой, то вы мне скажете «Данил, какого хера здесь вообще участвует 2016 год? Ведь если все сложить, тесак выйдет, дай бог, в 2017 году, а я тебе отвечу, мой маленький любитель погулять ночью и получить заряд мочи в лицо». В этом видео я хотел бы поставить вопрос, стоит ли нам стараться скостить срок этому человеку, чтобы он вышел в 2016 году? Ведь недавно были выборы, и они показали, насколько мы несостоятельны как общество. А тесак был в политике, и у него были как и идиотские идеи, так и гениальные идеи. И именно в этом видео я хотел бы повторить эти идеи вам и проанализировать, стоит ли тратить силы на то, чтобы вытащить этого человека, и вообще, стоит ли этот человек того, чтобы быть в политике. Ну и давайте начнем, я думаю, с его идиотских идей. Так вот, одна идея, которую я считаю у него идиотское и незаслуживающее место быть и существовать, заключалась в том, что он хотел избавить Россию от секс-мешинств, хотел избавить от куряк, хотел избавить от онкаши, от наркоманов, просто потому что надо качаться и все. И вот это вот главный аргумент, что надо качаться, надо быть традиционным, и все остальное это херня. Нет, я ничего против не имею быть традиционным, я сам традиционный мужчина в плане сексуальных отношений. Но при этом я люблю пить и курить. И меня при этом не задевают секс-мешинства, потому что они на моей кровати ничем не занимаются. Они меня в свое дело не втягивают, мне вообще похер, есть они или нет. Это не мое дело, чем они занимаются за закрытой дверью. Относительно пить и курить, мне это не мешает жить, и это не мешает жить другим людям, потому что я никого не пью из-за этого, и не воровываю. Вообще никого. Да, может быть, кто-то это и делает, но это не из-за того, что он пьет и курит, это из-за того, что он просто мудак. Вот и все. А подкреплять все то, что нужно заниматься спортом, ну, блин, это понятно, что нужно держать себя в нормальной физической форме. Но строить идеологию на том, что нужно тупо заниматься спортом, а вот это вот нельзя, потому что это плохо, потому что я так решил, ну, это глупость. Поэтому вот с такой идеей, конечно, нельзя его выпускать на арену, и ты вообще из тюрьмы, потому что человек такой, давайте убьем всех, кто не похож на нас в сексуальном плане, в плане употреблятства и в плане той же самой внешности, потому что, ну, понятное дело, он расист, ему не нравятся люди, которые выглядят по-другому. И это глупо, ведь можно взять такого же русского парня, как и он, такого же националиста, избить его до потери сознания, потом привести в сознание и опять избить, и он не будет похож на русского человека. У него будут опухшие глаза с тонкими разрезами, как у китайца, из-за синяков он будет вообще черный, будет черный китаец, и вот со здоровым носом, как будто он с горьи спустился. И что, все теперь, да? Это ведь просто внешность. Это просто внешность, самое главное, это чем мы думаем и что мы вещаем. Вот и все. Поэтому я считаю, что вот такая позиция Максима, вот этот вот пункт ему в минус, конечно, вот, я считаю, что из-за этого мы вообще не должны тратить время на этого человека и забыть его, пусть он гниет в своей тюрьме. Вот, как-то так. Да. Ну, а если вы досмотрели до этого момента и вас не смутила критика в сторону Максима Марсенкевича, то я вас поздравляю, вы нормальный человек. Ну, я надеюсь, что вы нормальный человек. Ведь вы, значит, понимаете, да, что будет рассмотрение с положительной стороны и в конечном итоге все это можно будет проанализировать. Так вот, относительно положительных сторон, вот этих политических сторон, Максим предлагал, следующее, он хотел, чтобы голосовали только те люди, которые достойны голосовать. И сейчас не в том плане, что только белые люди, да, только русские люди. Нет. В том плане, что для того, чтобы голосовать, необходимо сдать экзамен. Ты сначала сдаешь экзамен, и если ты сдал экзамен, то есть ты знаешь историю своей страны, ты знаешь какие-то, ну, другие аспекты страны, да, при этом сдаешь экзамены, например, на кельстве, я не знаю, вот, то ты можешь идти на выборы. Это очень правильный подход, потому что Максим сравнивал это также с вождением автомобиля. Ведь для того, чтобы водить автомобиль, ты сдаешь экзамены, внутренние, внешние. И если ты молодец, то ты допускаешься до автотранспорта, а ведь это повышенная опасность, да, когда ты в нем находишься, ты ведь можешь сбить к чертовой матери, будучи даже не пьяным, просто сбить к чертовой матери целую остановку с людьми. Вот. И ты для этого сдаешь экзамены. Но ты не сдаешь экзамены, идя и выбирая людей, которые будут ругодить страной. Не остановкой, страной. И они могут к чертовой матери сбить всю эту страну. Поэтому это просто гениальная идея, которая была у Максима. Ну и также мне понравилась его идея, так как она близка мне, то, что нужно легализовать наркотики, потому что это покрывает бюджетный дефицит. Ну, понятно, они будут облагаться налогами, и куча народа их будет употреблять. Это первое. И второе, то, что нужно также продавать очень дешевый и при этом жуткий наркотик, который будет убивать человека буквально за месяц. Дешевый для того, чтобы они не воровали, и быстро убивающий, чтобы быстро изваяться от мрази. И это тоже прекрасная идея. Я такое уже говорил в своих выпусках. Не относительно Максиму, что у него прекрасная идея, а просто я предлагал такую идею, что нужно легализовать наркотики, сделать их доступными, чтобы все идиоты передохали. Вот и все. И это, естественно, плюс Максиму. На этом, конечно, к сожалению, плюсы заканчиваются, поэтому давайте делать выводы. Итак, какой же итог? А все просто. Все просто. По тому анализу, который я провел по этим трем пунктам, потому что я считаю все-таки основными пунктами, самими громкими пунктами, о которых он говорил, у нас получается два плюса и один минус. то есть мы должны приложить усилия, чтобы Максим вышел и творил в большей части добро для общества, нежели зло. И знаете, это в принципе хорошо, потому что я человек рациональный, я к Максиму относился достаточно негативно, потому что я видел много нерациональности в его действиях, которые он совершал. Но глубже анализируя, ты понимаешь, что нет, все-таки это далеко не глупый человек, и можно прислушаться, можно по-другому взглянуть на это с другой стороны. И это хорошо. Я вам советую поступать так же, анализировать, не сразу кидаться и говорить, что он хороший или что он плохой, а все-таки изучать тему, изучать, копаться, сравнивать, анализировать и приходить к осознанному выводу. Поэтому давайте постараемся сделать так, чтобы Максим поскорее вышел. Ну и даже если мы так не сделаем, а мы скорее всего так не сделаем, потому что мы в интернете ленивые твари, то когда Максим выйдет, давайте постараться продвинуть его идеи. Ну или даже без него просто продвигать такие идеи, потому что они рациональны, они правильные. Закроем глаза на негатив, на его идиотизм, возьмем только хорошее и будем продвигать. Вот и все. Ну а с вами был Данил Рыжкин. Если вам понравилось данное видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, прокомментируйте, распространите это видео по всем соцсетям. Я вообще хочу, чтобы это увидел Тисак и в конечном итоге когда он выйдет, хотел бы взять у него интервью через скайп, скажем так. Вот. Поэтому продвигайте. Ну а если вам не понравилось это видео, то вам никто не мешает поставить дизлайк и пойти нахуй. Ну а с вами был Данил Рыжкин, самый субъективный бородач на всем ютубе и во всем интернете. Не будьте нормальными, будьте рациональными и думайте своей головой. Всем спасибо. Всем дизлайк. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»